Лес это воздух, как говорится, так и да. В Нуриманском районе действительно хорошая природа и хорошие места. Нуримановский район богат лесами. 78% его территории занимают деревья. Поэтому не случайно. 29 апреля в рамках акции «Сад памяти» и «Зеленая башкирия» жители республики высадили здесь на площади 3 гектаров более 10 тысяч саженцев липовых и хвойных деревьев. В дни перед Днем Победы они собирают огромное количество людей и имеют большую популярность. Сегодня сюда приехали множество молодых людей, школьников, неравнодушных граждан, которые примут участие в акции по посадке деревьев, лесовосстановления так называемые. Делаем ямку, посаживаем саду, чтобы корень полностью был в борозде. После небольшого инструктажа люди приступили к посадке. «Сад памяти» – международный проект, посвященный событиям Великой Отечественной войны. В его рамках проходит акция «Зеленая башкирия». Ее уже который год организует завод «Кроношпан». Сотрудники предприятия также принимают участие в высадке деревьев. Акцию поддерживают районные власти и Министерство лесного хозяйства Башкирии. Лес – это тот ресурс, который нас и одевает, и кормит, и дает место, где мы можем и отдохнуть. Важно отметить, что древесина – это возобновляемый природный ресурс, и лесовосстановление – это одно из приоритетных направлений экологической политики компании «Кроношпан» России. Восьмой год уже проводим эту акцию. Четвертый год – традиционная – это уже посадка липы. Посыл один. Наша задача – сохранить многообразие, в том числе традиционных деревьев, которые произрастают на территории республики липы. Липа выбрана не случайно. Благодаря липовым лесам у республики существует известный далеко за ее пределами бренд – башкирский мед. Нуриманский район славится все-таки не только лесом, но и медом. Липа – это хороший медонос. Липа – это основной медонос, поэтому липовые насаждения имеют особый интерес у пчеловодов. Мы поддерживаем пчеловодов, конечно. Традиционные деятельности там должны быть. Принять участие в ежегодной высадке деревьев может любой желающий. По словам организаторов акции, она набирает обороты. И с каждым годом неравнодушных к сохранению леса людей становится все больше. Все хорошо организовано, площади готовые, посадочные хорошие. Очень довольны. И день сегодня хороший. Каждый год мы участвуем в этой акции, потому что лес надо беречь. Участвует Кроношпан, участвуем мы, администрация. Все приобщаемся к хорошему делу, садим лес. Мы все активно принимаем участие. Проходит высадка деревьев. Дерево – символ жизни. Это очень хорошо, конечно, деревья надо сажать. Важность этого мероприятия в пропаганде этого дела, заботе о природе, лесоразведении, лесовосстановлении. Почва, скажем, влажная, дождливая чуть-чуть, она проживется. Ну, в таких условиях она в основном проживается. Каждым годом где-то на 30 сантиметров уже растает. Благодаря большому количеству участников, посадку в этот день завершили даже раньше запланированного времени. После чего восстановить силы можно было сытным обедом, приготовленным на открытом огне. Артур Бигнов, Андрей Лугоша и Сергей Ямаев. Телеканал ЮТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...